Ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за экипаж, который находится на борту, отвечаешь за людей, пассажиров, которые находятся на борту. Тебя поднимают, подбрасывают, там, стукают о колесо и говорят, ну, поздравлюсь с первым самостоятельным вылетом. То есть, потом раскрывается купол, и ты понимаешь, что вот это стоит сделать, действительно, раз, шагнуть в бездну. Постоянная готовность к выполнению перевозок тяжело раненых, а также, ну, к тем, кому нуждается, действительно, медицинская помощь. Авиационный человек находится всегда в состоянии опасности, потому что это не машина, которая, я говорю, можно остановиться при поломке, постоять, покурить и подумать, что тебе делать. То есть, выполняя полет, постоянно необходимо контролировать кучу параметров, сигнальных табло, режим выдерживать полета. Соответственно, есть сложные полеты, строевые полеты, полеты с грузом на внешней подвеске, полеты при выполнении спасательной операции с людьми, которые требуют максимальной концентрации и работы всего экипажа. Поэтому летчик в небе всегда находится в состоянии повышенной опасности. Не зря говорят, то, что на Земле ты знаешь на отлично, а в небе это слабая четверка, потому что окружающая атмосфера все-таки давит на человека, и от этого никуда не уйти. Поэтому тренировки, тренировочные полеты, полеты на тренажере постоянно проходим с летным составом, отработка особых действий в предслущих отказах. То есть, готовимся к самому худшему, чтобы быть к этому готовым. Хочешь мира, готовься к войне. То есть, мы военнослужащие, это наше призвание, и мы постоянно готовимся в соответствии с нашими курсами боевой подготовки. Мы отрабатываем упражнения, которые непосредственно направлены на нашу боевую подготовку. Выполняем тренировочные стрельбы на полигонах. Участвуем постоянно в учениях, в обеспечении учений, в совместных учениях с Российской Федерацией, где мы уже действительно делимся и обменяемся опытом, и вырабатываем общую стратегию ведения боевых действий. Полеты один на один не похожи, даже если взять два полета по кругу, обычное наше упражнение. Может быть разная погода, разные условия полета, состав экипажа, время суток. То есть, каждый полет несет в себе какую-то изюминку, несет в себе какую-то особенность. Мы выполняем кучу специальных задач, и такие наиболее ответственные – это работа с людьми, с десантниками, со специалистами поисково-спасательной службы, которые требуют от экипажа 100% сконцентрированности, высадку людей на ограниченные площадки, полеты с веревками, спусковыми устройствами. Это очень ответственная работа, когда под тобой на веревке длиной 25-30 метров, 55-6 человек, ты должен их посадить на ограниченную площадку в лесу, и они должны выполнить там свою задачу. То есть, это требует от экипажа максимальной концентрации. Работа на воде – это, наверное, один из сложных видов полета, потому что безориентированная местность, работа с спасателями, именно поисково-спасательной службы. Летчики только от 2-го класса и выше допускаются к этим полетам, потому что практика, практика, умения только нарабатываются, как говорится, с возрастом, с опытом. Плюс мы выполняем полеты, как я говорил, уже и днем, и ночью. Также выполняем полеты на предельно малых высотах, ночью, с очками ночного видения. Это отдельная, вообще, стезя полетов, так как очень сложно видеть полета, вид полета, требующий, я не знаю, всех умений, навыков и концентрации. Полеты на предельно малой высоте – самое по себе опасное, так как существует много препятствий, так как на Земле столкновения с птицами, а представляете, ночью, когда инструктор сидит рядом, это одно. Когда выполняешь сам полет, ты уже понимаешь, что все зависит от тебя, это совсем другое. Заходишь в вертолет, еще не одев очки, ты видишь, что просто темнота, ночь. Включаются уже очки ночного видения, и ты понимаешь, что все, слава, все хорошо, и будем выполнять полет. Есть очень хороший ролик на Ютубе, снятый, вот именно про очки ночного видения полета с 50-й базы. Можно сравнить, что такое полет просто ночью, полет с очками ночного видения. То есть это вот действительно захватывающий такой интересный полет. Полеты в условиях грозы, ливневых осадков, снежных зарядов, сильной болтанки ветра запрещены инструкциями, и, соответственно, у нас есть метеослужба. Перед каждым вылетом метеослужба анализирует и доводит до экипажа, какая может прогнозироваться погода на маршруте полета, либо в точках аэродромов посадки. Соответственно, как вы понимаете, уже надо разбираться и в метеорологии, которые нам преподавали в Академии, и на курсах повышения квалификации также ее преподают, и заново изучаем, что такое гребни, циклоны, седловины. Анализируя погоду, должен уже понимать, каких условий ожидать в процессе полета. Зачастую летаем по правилам приборных полетов, то есть взлет, взлетаешь, это очень впечатлительный полет, потому что взлетаешь в облаках, попадаешь в облака на высоте 200 метров, выходишь за облака, там светит солнышко, хорошая погода, радостное настроение. Ты понимаешь, что надо опять спускаться на аэродром, опять попадаешь в облака, проходишь все это, заход по приборам выполняешь, вываливаешься с облаков, и опять грустное серое небо над тобой, кажется, 5 минут назад еще солнышко светило. Для меня, прежде всего, идеальный пилот, он должен быть образованным, должен быть грамотным, решительным, должен обладать лидерскими качествами, потому что все-таки это командная работа, и когда берешь на себя ответственность, это очень важно, обладать лидерскими качествами. В период пандемии COVID-19 мы выполняли множество рейсов по транспортировке, перевозке в лечебные заведения, тяжело больных людей, то есть у нас, как я уже говорил, имеется санитарный модуль, мы выполняем постоянную готовность к выполнению перевозок тяжело раненых, а также к тем, кому нуждается действительно медицинская помощь. Я вот помню ситуацию, когда наши уже нынешние герои Беларуси на показательных выступлениях в Барановиче потерпела катастрофу Як-130, я находился как раз в дежурстве по поисково-спасательному обеспечению, был осуществлен подъем, соответственно, вылет, и когда ты летишь на вылет, ты понимаешь, что никто не отвечает, ни радиостанция, ничего не работает спасательно, и ты понимаешь, что, скорее всего, уже летишь туда зря, и поэтому такие эмоции были, конечно, тем более, когда ты лично знаешь этих товарищей, то, наверное, это самое печальное, что может быть, когда ты уже догадываешься, но все равно веришь, выполняешь, летишь. Это вот действительно, наверное, в памяти осталось. Вообще, как бы, профессия пилота, она больше позитивная, потому что человек должен содержать в себе позитивные эмоции, и как бы несравнимый стресс работы, то есть человек находится в несвойственной ему среде, то есть он не может остановиться, сесть, посидеть, подумать, то есть решение должно приниматься молниеносно, решение должно приниматься правильное, оцененное. Ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за экипаж, который находится на борту, отвечаешь за людей, пассажиров, которые находятся на борту, и поэтому, если себе содержать негатив, это будет тяжело, иногда даже неуместными шутками там просто посмеялись, сняли стресс, и пошли дальше работать. Я из семьи военнослужащих, у меня отец также был летчиком, летал также на вертолетах, соответственно, я с детства уже мечтал стать вертолетчиком, то есть детская мечта стала реальностью, то есть все детство, прожив в военных городках, возле непосредственно аэродромов, наблюдая, как взлетают, садятся вертолеты, я уже, наверное, с детства в подсознании знал, что в будущем моя профессия также будет связана с военным, именно с летной стезей. Время было такое, конец Советского Союза, то есть ни садиков, ничего не было, приходилось отцу иногда на работу брать, то есть какими-то там мелкими делами загружали, чтобы, ну, ребенка занять, ну, ты ж не понимал, что тебя загружают для важности, и, соответственно, старался в полной силе и мере что-то полезное сделать. Ну, это и кабинетная работа была, то есть там где-то что-то нарисовать, написать, давали там тебе пилотку, ты сидел, с важным видом письмо какое-то писал, то есть, ну, все заходили, здоровались, как со взрослым человеком, с ребенком, и это уже прививало какое-то чувство восторга, ответственности. Учеба действительно тяжелая, потому что летная профессия, она своеобразная, мы в первую очередь военные, а потом уже летчики и там танкисты, артиллеристы, соответственно, общее базовое военное образование, оно достаточно сложное. Когда пошла уже специфика летная, то есть это уже то дело, чем ты хотел заниматься, ради чего ты шел в военную академию, поступал, учился, это более интересно, это связано с летными практиками, это парашютные прыжки, это полеты, то есть там уже совсем другая жизнь началась, то есть ты действительно занимался тем, ради чего ты шел. Ну, а первый год-два было, конечно, тяжеловато. Я помню свой первый самостоятельный вылет, это получается нас учили, 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 а потом тебя одного сажают в вертолет, это, в принципе, наверное, единственный раз был, когда пилотировал вертолет именно один в экипаже, потому что у нас многоместные как бы воздушные суда, многоэкипажные. И вот первое, когда тебе 22 года, тебя садят в авиационную технику, и ты один полностью, и ты понимаешь, что вот сегодня, да, действительно, все зависит от тебя. То есть взлет, посадка, полет, то есть осознание меры ответственности, на которую тебя возложило государство, возложили твои инструктора, учителя. И вот когда с чувством выполненного долга, ты просто в восторге выходишь, ну, у нас есть свои авиационные традиции, тебя поднимают, подбрасывают, там, стукают о колесо и говорят, ну, поздравлю с первым самостоятельным вылетом. То есть это, ну, действительно чувство восторга. Вообще вертолет один из самых надежных авиационных техник, потому что даже в случае отказов двух двигателей у нас есть такой режим, как саморощение несущего винта, на котором вертолет, как кленовая семечка, кто в детстве пускал, знает, может выполнить посадку на площадку либо на аэродроме. Вертолет – это авиационная техника, у которой практически нет ограничений. Она, как самолет, может и крутить пилотаж на малой высоте, на малых скоростях, что очень так же зрелищно получается для зрителей, потому что современные вертолеты очень маневренные и не уступают зарубежным аналогам. В России существуют пилотажные группы на вертолетах военной пилотажной группы «Беркута», она называется, выступающие на Ми-28, которые крутят групповой пилотаж. Можно найти ролики в интернете. Это действительно очень зрелищно и восхищает умением и мастерством пилотов, так как вертолет – менее устойчивое воздушное судно. То есть оно постоянно требует контроля и пилотирования по сравнению с самолетом. Гордиться есть чем действительно. Мы вот до начала специальной военной операции, все знают, наверное, танковый биатлон наслышанно, но мало кто знает о том, что у нас на территории Российской Федерации проводятся такие же армейские игры, как танковый биатлон, называется «Авиадартс». И вот в 2019 году в моем составе наш экипаж занял первое место, причем выиграв у страны-хозяйки. Это было нонсенсом. То есть единственное, кто в Беларуси оценили, действительно показали себя хорошо. И наши коллеги российские оценили наше умение, мастерство, заняв первое место. То есть там были представители и Китая, и Казахской Республики, и России. То есть как бы гордиться есть чем. Я как командир подразделения, естественно, приходя новые лейтенанты, неважно, летчики, не летчики. Авиация, она вообще большая страна. У нас и техсостав, и связисты. У нас некоторые люди даже не представляют, что после выпуска они пойдут служить в авиацию. Следовательно, первонаперво надо человеку помочь, наставить, рассказать, показать своим примером, если это требует того, как себя надо вести, как где-то объяснить, где-то может даже пожурить, скажем так. Потому что люди разные, и поколения разные. У меня было одно, сейчас молодежь приходит, она более такая, скажем, наглая, рьяная такая. Поэтому есть свои методы воспитания индивидуально каждому человеку. У нас есть такое понятие, как у летчиков, то есть рано вырастает перо. И вот когда молодого командира экипажа начинаешь готовить, он кажется все умеет, ему надо показать, что все-таки ты парень еще не все умеешь, чтобы ничего хорошего, плохого не натворил человек. Потому что излишняя самоуверенность, есть уверенность, которая положительно сказывается во всем, а есть самоуверенность, которая наоборот негативно сказывается. И важно вот эту вот грань соблюдать, то есть задавать иногда большую меру степень доверия, иногда наоборот меньшую степень доверия, чтобы все-таки авиационная безопасность это истинно написанная кровью, скажем так. На базе наших аэроклубов белорусских, в частности Минск, Витебск, Могилев, Брест, существует набор в парашютной команде, то есть школьник с разрешением родителей, по-моему я ошибаюсь, но по-моему 16 лет, возможно заняться профессионально парашютным спортом и наши сослуживцы, нынешние парашютисты, которые в составе сборных команд Республики Беларусь, тоже со школьных лет уже начинали парашютные прыжки, поэтому кому интересно, кому позволяет здоровье, могут приходить в аэроклубы, заниматься парашютной подготовкой. Более того, у нас широко развит вертолетный спорт, куда также набирает детей, школьников, которые в перспективе занимаются вертолетным спортом и участвуют на международных соревнованиях, которые постоянно проходят как у нас на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, плюс у нас сильная белорусская планерная школа, также школьнику, у нас много выпускников, которые пришли из планеров из Бобруйска, то есть если путь интересен к авиации, то это можно найти любую дорогу. Любой человек может испытать ощущение парашютного прыжка, совершив его в Минском аэроклубе, потому что эмоции от первого парашютного прыжка, наверное, всегда останутся в памяти. Что-то непонятное, охватывающее тебя, потом раскрывается купол, и ты понимаешь, что вот это стоит сделать, действительно, раз, шагнуть в бездну. А всем, кто нас смотрит, если у вас есть желание свой путь связать с авиацией, прежде всего это надо обращать к детям, к подросткам, заботиться о своем здоровье с раннего возраста, потому что здоровье, питание, основа летания, то есть летчик должен быть здоровым. И обучение, навыки, тренировка, интерес, как я уже рассказывал, есть куча подготовительных, спортивных кружков, которые на базе аэроклуба можете посещать, развивать интерес к авиации, потому что люди видят, что вертолет летает или самолет над Минском, но думают, а это для меня недостижимо. Путь в авиацию оказывается гораздо ближе, надо только захотеть, надо только постараться, надо попробовать себя, а когда попробовать, вернуться уже будет невозможно. Поэтому авиация – это целый мир. Научи человека летать, и он уже никогда не захочет спускаться на землю. То есть попробовав один раз полет, причем сам управляя авиационной техникой, мне кажется, уже сменить рост деятельности будет очень тяжело.